Сейчас на рынке наблюдается полный хаос, люди носятся, говорят, куда деть, как сохранить деньги, как сохранить сбережения, цены растут, что делать. Сейчас попробую ответить снова, потому что я уже отвечал на этот вопрос. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, наблюдаются совершенно противоположные мнения, вообще крайне противоположные. Одни, значит, мечутся, говорят, срочно надо забирать деньги у брокера, в частности, у открытия ВТБ, потому что они под санкциями, их закроют, они обанкротятся. Люди буквально реально забирают деньги, несутся. Многие люди говорят, так, срочно надо доллары снимать, но это хорошо, если есть доллары, а у кого есть евро, а снять сейчас можно только в долларах. Даже если у вас деньги лежат в любой другой валюте, и если у вас деньги в другой валюте, а вы хотите снять в долларах, то теряете 12%, потому что это считается покупка доллара. И теряете 12%, люди вообще теряют, люди теряют голову, потому что они стремятся продать, перевести деньги из открытия, например, а куда перевести их? ВТБ, он тоже под санкциями. Куда? В БКС, например, там Финам, да, пожалуйста, переводят люди, за каждую бумагу перевод, значит, ну, стоит там достаточно больших денег. Ну, мне писали, что там, типа, 5000 за бумагу, но люди все равно переводят их в Финам, там, из открытия, потому что открытие вот-вот закроется почему-то. Вот, ну, я не знаю, с другой стороны, с другой стороны, люди смотрят, что происходит, значит, ну, с акциями, говорят, акции падают, их надо срочно покупать, потому что, ну, так дешево уже не купишь, потому что Сбербанк стоит там какие-то, по-моему, 19 копеек стоила последний раз цена Сбербанка, в переводе на наши деньги. Вот, что происходит? Где акции падают? Ребята, акции на московской бирже вообще не торгуются. Вот уже было объявлено, что до 18 марта торгов на фондовом рынке не будет. Вот, те акции, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже, если они у вас есть, то вы их можете только продать, купить, насколько я помню, это невозможно, и то, все, что можно сделать, это можно сделать только после 17 часов. Что касается других секций, работает только секция валютного рынка, и там можно купить, конечно, но комиссия 12% мне кажется полностью теряет смысл эта операция. Что я могу сказать? Что, ну, во-первых, поздняк метаться, не надо дергаться, вот, люди, да, хотят бегом-бегом, значит, кто-то бежит снимать деньги из открытия, а кто-то говорит, слушай, помоги мне деньги, значит, внести в открытие, я хочу купить подешевевшие активы. Ну, это более разумно, на самом деле, что я могу посоветовать, вот, ну, ничего нового, вы можете, скажем, ссылочка будет в описании к этому видео, положить деньги в управляющую компанию открытием, и я предлагаю сделать пиф золота, выбрать, и, ну, пиф акции, пиф облигации. И управляющие, поверьте мне, они люди умные, во-первых, а, во-вторых, они, ну, как бы, находятся близко к центру принятия решений, они уж точно владеют информацией, ну, побольше, чем мы с вами, поэтому они примут верное решение, и они примут это решение немедленно, после того, как все это будет возможно, может быть, даже раньше. Вот, почему сейчас закрыты торги? Ну, торги там не совсем закрыты, значит, там что-то торги проводятся в режиме адресных заявок. Что это значит? Это значит, что иностранные нерезиденты, там всякие держатели ценных бумаг, очень крупные держатели ценных бумаг, у которых есть, ну, огромные активы, заложенные в ценных бумагах, они стремятся от них избавиться, прежде всего, это всяческие фонды, которые, ну, как бы, у них есть просто какая-то определенная доля, вложена в российские ценные бумаги, сейчас рейтинг России понижен, и они будут от них избавляться по любой цене, и поэтому, поэтому ожидается, что цены на открытие биржи будут низкие для того, чтобы эти цены не были низкими, как раз проводятся торги в режиме адресных заявок, то есть, значит, вот эти крупнейшие, крупнейшие фонды, они говорят, мы хотим продать столько-то, столько-то, и им говорят, ну, хорошо, сейчас мы поищем вам покупателя, ну, пока биржа закрыта, мы поищем вам покупателя, брокер говорит, на эти бумаги, а у нас покупатель сейчас только один пока, значит, которого можно найти, это правительство Российской Федерации, которое выделило 1 триллион долларов, рублей, 1 триллион рублей для того, чтобы, ну, снизить вот этот вот удар по фондовому рынку, чтобы он окончательно не просел, поэтому, значит, этот 1 триллион рублей, куда он девается? Он распределяется между брокерами, то есть, сейчас брокер говорит, вот у нас, например, у нашего клиента есть заявка, значит, на такую-то сумму, значит, ее надо удовлетворить, ну, значит, там рассматривается, как-то ведутся переговоры, и Центробанк выделяет эти деньги, и, соответственно, сделка происходит в режиме, ну, не в основных торгах, а вот в режиме адресных заявок, то есть, мы ее не видим абсолютно, но все это потихонечку рассасывается, поэтому, и пока вот это все не произойдет, то с самыми крупными держателями активов, то, в общем сказать, нам с вами делать на бирже нечего, и биржа будет закрыта, ну, вот уже объявили до 18 марта, она будет закрыта, то есть, сделать вы здесь ничего не можете, не продать акции, не купить акции вы не сможете, и неважно, в каком брокере эти деньги у вас лежат, открытие, не открытие и так далее, вы можете, да, перевести эти деньги там в Тиньков, но в Тинькове они также будут точно лежать, но при этом вы потеряете бешеные деньги, ну, или в БКС вы можете перевести в Финам, который не под санкциями, пожалуйста, но вы потеряете деньги и все, и открытие это российский брокер, который на 100% принадлежит Центробанку на данный момент, и скажите мне, пожалуйста, какой из брокеров более надежен, чем открытие сейчас? ВТБ? Нет, он не на 100% Центробанку, Сбербанк? Он не на 100% принадлежит Сбербанку, он уже, так сказать, на 50% только государственный, я вас уверяю, и единственный на 100% государственный банк, это как раз банк открытия, и к которому принадлежит брокер открытия, вот так вот, ну, как бы, если кто не знал, неважно, под санкциями он или нет, так что здесь не надо дергаться, во-первых, потому что, ну, с активами, которые в открытии брокер, ничего не будет абсолютно точно, я вам, ну, как бы, ну, то есть, не то, что абсолютно точно, а вот, если где-то и произойдет, то это у других, но не в открытии, и у других тоже не произойдет, вот, что еще я могу сказать, многие люди говорят, надо доллары купить, ну, поздно, все, значит, физиком доллары сейчас не продаются, если вы купите доллары на бирже, даже вот по этому драконовскому курсу, и заплатите 12% комиссии, то вывести вы их в наличные все равно не сможете, они все равно будут лежать у вас на брокерском счете, некоторые говорят, купить юани, ну, юани вы купите, что с ними делать, тоже непонятно, и здесь я тоже не знаю, но, по-моему, на покупку любой валюты 12%, ну, здесь я не знаю, если нет 12% на юани, то, в принципе, это, мне кажется, хорошая идея, еще одна хорошая идея, насколько я понимаю, это купить золото, валютные торги сейчас идут, в принципе, ну, когда они идут в рабочее время, значит, ну, там, с 10 до 19, насколько я понимаю, когда идет валютный рынок, можно купить буквально золото, буквально золото металлическое, и у вас будут просто деньги вложены в золото, это, в принципе, неплохая идея, но золото уже подорожало, будет ли оно дорожать или нет, я не знаю, скорее всего, будет, и, скорее всего, золото будет дорожать в долларах, то есть, покупка золота на валютном рынке является, ну, более интересной идеей, чем просто выбросить эти деньги на ветер куда-то, или, там, так сказать, заплатить какую-то комиссию дикую, здесь вполне неплохая идея, еще раз говорю, покупка золота на валютном рынке, ну, минимальный лот, там, насколько я помню, не такой уж и маленький, но, в общем, так сказать, идея неплохая. Кроме того, работает срочный рынок сейчас, на срочном рынке вы можете купить фьючерс на то же самое золото, вы можете купить фьючерс на доллар, совершенно спокойно, и здесь никаких проблем нет, вы можете купить также фьючерс на нефть, которая тоже дорожает, фьючерс на натуральный газ, он, конечно, не такой дешевый, как фьючерс на нефть, но, тем не менее, вы его можете купить, натуральный газ дорожает, НГ называется фьючерс, пожалуйста, ну, это для тех, кто знает, кто купил биржу для чайников, по крайней мере, кто понимает, как это делать. Вот, для новичков очень не советую, значит, лезть самостоятельно, потому что, ну, вы напортачите и наделаете кучу лишних движений. Я просто наблюдаю, то есть, вообще, мне люди говорят, куда вложить, куда вложить, я говорю, надо вложить, вот, открытие, пив, там, золото, например, да, они говорят, да я из открытия их забрал, ну, забрал, радуйся, что дальше, так сказать, что ты хочешь, доллары ты не купишь, можно положить в банк на счет, ну, значит, в какой банк, в банк надежный, надежный банк, я говорю, открытие, а я забрал из открытия, ну, что ты хочешь еще от меня, так сказать, форекс, чтобы я тебе посоветовал, не буду, вот, так что, такие пироги, то есть, фьючерсы работают, вы можете купить совершенно спокойно фьючерс, но у него срок экспирации есть, как бы, и когда вы покупаете фьючерс, вы тоже переплачиваете, потому что там есть соответствующий, ну, как бы, дисконт или там, опять забыл, как это называется, контанго и, ну, короче говоря, там есть отличие от реального актива, и у фьючерса есть срок экспирации, поэтому, если он, например, не вырос к сроку экспирации, то ваши убытки будут зафиксированы, чего не будет с металлическим золотом, на самом деле, потому что там нет срока экспирации, он лежит и лежит, слиток золота, натуральный, абсолютно, то есть, как бы, вот, это самый лучший вариант. Ну, если в банке, ну, возможно, ОМС, обезличенные металлические счета, тоже неплохая идея, но здесь вы зависите от надежности банка, а если вы покупаете слиток золота на бирже, то эта биржа, так сказать, ну, это намного надежнее, чем любой банк, я так скажу. Несмотря на то, что многие сейчас в панике вот носятся, ну, носитесь, пожалуйста, дальше. Вот, люди снимают рубли и думают, что с ними делать, и смотрят на эти рубли, а они прямо вот на глазах обесцениваются. Инфляция уже достигла 10% с начала года, и предполагайся, что она будет дальше продолжаться, а на бирже можно купить, ну, когда откроются торги, облигации, там, с 30-ти процентной скидкой, например, это будет вообще бешеная доходность, и там все это будет. Ну, просто будут заявки на продажу, будут заявки, как бы, ну, там есть возможность поставить очень выгодную цену покупки, например, в стакане, и если будет большой пакет продаваться по рыночной цене, то вы сможете купить облигации, например, по 20-30% от номинала, это вообще дикая доходность, типа 80% годовых, там, или 120% годовых, ну, я не знаю, как получится. Вот, я думаю, вот именно этим заниматься, во-первых, на, в тот момент, когда торги откроются, но это не раньше 18-го числа, а до этого я вам советую просто расслабиться, заняться какими-то обычными делами, там, ремонтом дома, например, значит, там, вот, жена меня послала сегодня купить землю, она будет сажать рассаду, потому что, ну, для того, чтобы... Ну, грядут у нас тяжелые времена, то есть она там хочет сажать какую-то свою свеклу, брюклу там и так далее, вот этим займитесь, потому что с деньгами сейчас вы просто ровным счетом ничего не сможете сделать, а если вы ничего не можете сделать, то зачем об этом беспокоиться? Единственное, что вы сможете сделать, это навредить. Ну, если хотите, делайте, если не хотите, нет. Вы хотели знать мое мнение, я вам его говорю. Я знаю, что многим это не понравится, пишите, пожалуйста, значит, там, свои паникерские какие-то настроения, я готов с ними, ну, поспорить или нет, если вы не согласны. Пожалуйста, время рассудит всех нас, это абсолютно точно. Вот, надо смотреть, держать руку на пульсе и так далее. Я, например, спокоен. У меня, скажем, ну, самый идеальный вариант, это у меня, вот, портфель 100 тысяч рублей, он лежит у меня на ИИСе. Я, ну, в ближайшее время заполню декларацию, 3НДФЛ, попрошу у государства возврат того НДСа, который я заплатил, НДФЛа, который я заплатил налогом, и я его получу там через какое-то время, сейчас это время сократилось. Вот, а там у меня 50% лежит на счете просто кэш в рублях, который обесценивается реально. Вот, и остальной части, значит, я, ну, почему она лежит в рублях? Потому что я ее недавно пополнила, ну, в конце года. Вот, поэтому она и лежит в рублях, собственно говоря. Вот, и при открытии я просто надеюсь вложить это, ну, достаточно выгодно, и как раз вот в эти подешевевшие акции и облигации в пропорции 60 на 40, 60% дешевых акций и 40% облигаций. Светлые времена настанут, я уверен, и все будет хорошо. А долларовая часть, которая у меня есть, так она растет, потому что она выросла буквально в два раза, потому что доллар вырос буквально в два раза. Акции, которые я купил, оказались весьма и весьма качественными. Это вот портфель 100 тысяч рублей, и многие из них выросли, какие-то упали, ну, в среднем все хорошо. Ну, российские акции, естественно, опустились, поэтому я буду увеличивать долю российских активов для того, чтобы эту самую пропорцию соблюдать между рублевыми активами и долларовыми. Как, в общем-то, и предполагалось, эта стратегия, похоже, является оптимальной, потому что рублевая часть начнет расти, долларовая падать, ну, значит, буду продавать рублевую часть, покупать долларовую, и все будет хорошо, деньги будут, ну, как минимум, в сохранности, а сейчас они даже, ну, вроде как формально выросли, и даже, так сказать, неплохо, долларовая часть, а рублевая часть не меняется, потому что торгов нет. Вот такая история. Еще раз мои вам советы. Не дергаться, не метаться, не пытаться купить доллары уж точно, если покупать то либо фьючерсы на срочном рынке, который работает, либо золото на валютном рынке, металлическое золото, с которого, кстати, сейчас отменили НДС. Ну, и смотреть, как можно воспользоваться ситуацией в данный момент, потому что точно совершенно откроются новые и потрясающие возможности для заработка. Их надо не упустить, и если вы помните, что было в начале 90-х, так сказать, там все были нищими, но потом как-то внезапно и очень быстро появились новые русские. Сейчас объявляется вроде как, и все предпосылки идут к тому, что будет объявлено, типа НЭПа, то есть полная свобода малого бизнеса, и там будут возможности потрясающие, потому что уходят западные компании, уходят западные бренды, и место освобождается, вакантное, на рынке, и эти места надо будет занимать, и здесь надо ну, как бы искать возможности. Ну, в частности, например, вот разрешили вывозить лекарства в оригинальной упаковке, то есть кто производит у нас огромное количество лекарств, значит, достаточно дешевых и качественных, это ну, Индия, я был в Турции, там тоже лекарства достаточно дешевые, названия лекарств точно такие же, как и у нас, и они там стоят дешевле, чем у нас. Вот, как варианты, можно, значит, организовать какой-то бизнес, вот, на поставках лекарств прежде всего, потом, значит, ну, куда-то там в район Китая уехать, либо в Казахстан, там, на границе, и там как-то китайские товары сюда гнать, тоже вариант, как бы совсем неплохой, ну, вот, как-то так. Вы скажете, что да, тут надо заниматься, тут надо какой-то бизнес делать, я к этому не готов, ну, не готов, так не готов, значит, это самое, надо быть готовым ко всему, и здесь придется меняться, что делать, мы все попали, ну, в очень тяжелую ситуацию, и это тяжелое положение, оно будет, ну, надолго, и те, кто не будет шевелиться, те так и останутся, ну, грубо говоря, в заднице, а те, кто будет шевелиться, те, в общем, рискуют, очень здорово, заработать, и подняться, немыслимо, и стать новыми русскими, чего я вам и желаю, ну, я хочу снова стать новым русским, я и был новым русским, в свое время, в начале 90-х, в общем, сказать, почему бы не повторить этот подвиг, поэтому подписывайтесь на мой канал, держитесь, и еще один момент, я хочу сказать, что в ближайшее время, судя по всему, будет заблокирован доступ к YouTube в России, я уже скинул в своих чатах VPN блоки, то есть вы можете через VPN зайти, зарегистрироваться, и формально вы будете уже не в России, а где-то там, но я попробовал через Нидерланды, у меня не получилось, значит, там нет подключения почему-то, через Соединенные Штаты Америки, я выбрал там какой-то узел, значит, все, пожалуйста, подключение прошло, скорость высокая, Инстаграм работает, Фейсбук работает, Инстаграм у меня на телефоне сейчас, ну, как-то фигово работает, прямо скажем, там, выберите русский язык, там, что-то такое, он висит, вот, тут вообще без проблем, все работает, все хорошо, и точно так же будет работать YouTube, и вообще все будет работать замечательно, возможно, чуть медленнее, но я этого не заметил, у меня работал с той же скоростью, вот, ну, а тем, кто хочет попробовать, и не знает, как сделать, вот эти вот фьючерсы, всякие золото, и так далее, есть целая неделя до открытия биржи, ну, по крайней мере, с акциями, вы можете приобрести курс биржи для чайников, если, вон, там, нажмете ссылочку, и там будет деметков.юр.ру, и выбрать курс биржи для чайников, и изучить, ну, по крайней мере, чтобы купить очень по выгодной цене акции и облигации, как я сказал, это я буду делать, ну, и фьючерсы, то же самое, если вы не умеете, то лучше вам пройти все-таки сначала вот этот курс, и это будет, ну, по крайней мере, полезно, недорого, и вы на этом можете заработать, и очень быстро не просто купить, а просто на этом заработать, а не купить, потому что стоит он там совсем ничего, там, биржа для чайников 7500, я не поднимал пока цены, ну, курс по опционам стоит еще 7500, биржа для чайников плюс опционы стоит 15000 рублей, это очень даже демократические цены, вот, и кроме того, вы получаете доступ к чатам, которые, в которых я, ну, вы можете общаться со мной непосредственно, непосредственно, вот, и я с большей охотой буду вам отвечать, чем те люди, которые находят меня, конечно же, и спрашивают просто так, не зарегистрировавшись, что еще я могу сказать, да, пожалуй, все, сейчас лайк, подписка, и оставайтесь на моем канале, еще раз, протон, VPN, вот, я зарегистрировался, очень даже хорошая штука, это на случай блокировки YouTube, Кроме того, да, на случай блокировки, совсем забыл сказать, что на случай блокировки YouTube, вы легко меня можете найти там, где вам это удобно, то есть, в ВК, и в Одноклассниках, там я уже давно присутствую, и дублирую все свои видео, там тоже, поэтому не теряйтесь, оставайтесь со мной на связи, и я помогу, чем смогу, ну, или, по крайней мере, буду рассказывать, что я делаю, а вы уж там смотрите, хотите делать то же самое, не хотите, не надо, я тоже не обижусь абсолютно, все, пока, до встречи, с вами был Деменков Юрий, и не теряйте рассудок.